Время течет неумолимо. Есть даже специальные компьютерные программы, которые могут показать нам, как мы будем выглядеть в старости. Однако с приходом золотого возраста меняется не только внешность, меняется очень многое. Наверное, поэтому у многих одно желание, чтобы как можно дольше сохранять здоровое тело, ясную память и светлый ум. Еще и потому, что именно на этих слабостях пожилых людей играют разного рода мошенники. В эфире «Точнее» с вами Ольга Солоницына. Вот что смотрим сегодня. Сегодня в программе «Старики и разбойники». Я открыла дверь, стоит парень молодой. Показал мне вот так вот эти удостоверения. Издалека я так-то слепая. Почему мошенники буквально взяли наших стариков под прицел? Лучше гор могут быть только небоскребы. Я вот ни одной истории такой не знаю про своих знакомых, что кто-то упал там и разбился. Работа в подвешенном состоянии. Пром Альпы. Взгляд изнутри. Стройка 20 века. Впрочем, не перегли горожане свое достояние. Мост дважды горел, а в 82-м году он и вовсе канул в лету. Первый городской мост. История становления и падения. Законодательство в России меняется так часто, что уследить за всеми нововведениями у дел небольшого процента юридически подкованных граждан. Этим и пользуются псевдокоммунальщики, которые с искренностью достойны похвалы Станиславского убеждают нас в том, что нужно, например, менять приборы учета. И в Тюмени сейчас действует фирма, с которой нужно держать ухо востро. Эта история произошла с мамой Александра. Пожилая женщина в шоке. А сын решил поделиться печальным опытом, чтобы предупредить остальных об очередном виде обмана. Маме позвонили некоторые товарищи, девушка. И сначала началась угроз, потому что она нарушает какие-то законы, у нее стоят неправильные счетчики и так далее, и так далее. И настоятельно рекомендовала эти счетчики поменять. Пришли два человека, заменили счетчик абсолютно работающий, который менять не стоило еще. Взяли с пенсионерки две с половиной тысячи рублей и исчезли. На звонки не отвечают. На оставленных бумажках название фирмы «Водоканал, сервис» и «ННН». Если проверить последние, то фирма зарегистрирована в Кабардино-Балкарии. Но в Тюмени от ее действий пострадало уже несколько человек. В настоящее время в отдел полиции номер 7 управления МВД России по городу Тюмени поступило несколько сообщений. По всем сообщениям проводится доследственная проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. Самое интересное, что в Тюмени действительно есть фирма «Водоканал, сервис». Она занимается прочисткой наружных сетей, но к тем людям, что обманывают пенсионеров, никакого отношения не имеет. А вот жалобы от разгневанных жителей получает регулярно и сделать ничего не может, даже подать в суд за испорченную репутацию. Юридически даже, я так могу сказать, они работают под своим именем. То есть ИНН у них свой. Если бы они работали под нашим ИНН, либо предоставляли бы, что какой-то работник просписывались под нашим работником, то да, здесь можно было обращаться уже в суд. При этом виды мошенничества каждый раз новые. То псевдокоммунальщики настоятельно предлагают реставрировать ванны, то провести чистку труб. Последних нам удалось заснять с поличным в ноябре прошлого года. Тогда при виде камеры мужчина резко покинул квартиру, хотя перед этим требовал с хозяйки 500 рублей. А куда вы пошли? Надо же за свои поступки отвечать. Да, я не хочу с вами. Слушайте, не хочу. Вы только что мне сделали незаконную операцию. Что еще нового придумают коммунальщики-обманщики, неизвестно. Но все же стоит запомнить, ни под каким предлогом вам не могут позвонить сотрудники Тюменского водоканал-сервис. По той простой причине, что с частными лицами они не работают. Мошенничество – это тема, которая в обозримом будущем вряд ли будет исчерпана. Поэтому единственная защита – это не нападение, а предупреждение. С каким еще уникальным, в кавычках, конечно, предложением уже завтра могут постучать вам в квартиру? Уточним прямо сейчас. Я открыла дверь, стоит парень молодой. Показал мне вот так вот удостоверение. Издалека я – так ты слепая, так что видишь? Да и еще не соображает. Я его запустила. Он вытащил какую-то штучку, тут все проверил. История как под копирку. Правда, скидка была не 50, а все 80%. Но когда запахло газом, приборчик не сработал. А эта пикушка-то у меня не запикала. Мы решили проверить, работает ли вообще детектор, который, по словам продавцов, стоит 25 тысяч. И привезли его в лабораторию. Евгений Реутов профессионально занимается проверкой большинства сигнализаторов. Его оборудование имеет все сертификаты, поэтому мы можем ему доверять. Все газоанализаторы срабатывают за время 30 секунд. Все, мы 30 секунд посмотрели, сработки нет. Не хотите разобрать его и непосредственно на сенсор дунуть газ? От заманчивого предложения отказываться нельзя. К тому же Нина Антоновна передала нам прибор для опытов. Он и будет работать на горючий газ, но есть одна проблема. Очень опасный сенсор, который может привести, наоборот, к взрыву. Позднее мы нашли точно такой же детектор в интернете, только стоит он там от тысячи до полутора тысяч рублей. Но после проверки покупать его не советуют. Есть русские аналоги, дешевле и лучше. В результате мы имеем две покупки, которые не работают. Но на самом деле их десятки и даже сотни. Обманутые пенсионеры приходят жаловаться в том числе и депутатам. У Алексея Черкова за последнее время два громких дела. Одних мошенников даже осудили, но они все еще на свободе. Поскольку есть товарно-денежные отношения, всегда в них будут мошенники. А наша задача, наверное, и задача правоохранительных органов такие моменты пресекать и очень жестко контролировать. С каждым днем мошенники придумывают все более изощренные способы выманивания денег. Поэтому единственный совет пенсионерам – не покупать вещи, которые приносят на дом. И в том и в другом случае среди пострадавших наши бабушки и дедушки под прицелом торговых, финансовых и всяких других мошенников именно пенсионеры. Во-первых, это люди старой закалки. Они привыкли возвращать долги вовремя. А во-вторых, у них есть надежный источник дохода – это пенсия. Она гарантирована государством, приходит всегда в одно и то же время. А это значит, не возникнет проблем с возвратом долга. Но есть еще один очень важный физиологический момент. Человеческое доброе отношение – это для них достаточная мотивация для того, чтобы совершить какое-то действие, значение которого они не вполне понимают, потому что с возрастом умственные способности ослабевают. Есть еще такой момент. В пожилом возрасте у людей отсутствует чувство перспективы. То есть, когда люди в молодом, в зрелом возрасте, они думают вперед, думают о будущем. А для людей пожилых, для них характерно думать о сегодняшнем дне. Если после наших сюжетов вы решили позвонить своим пожилым родным, узнать, все ли у них хорошо, не приходил ли кто, и предупредить, значит, первые 10 минут нашей программы точно прошли не зря. Сейчас перенесемся к нашим соседям. Ямальцы, наконец-то, могут вздохнуть спокойно. Веденный из-за пожаров режим ЧС снят, все пожары потушены. Природа, конечно, помогла. Но в округе задумались о внедрении новых способов. Не только борьбы с возгораниями, но прежде всего их предотвращение. Это вышка – буквально информационное сердце поселка. Пельвуш на бумаге – часть Селехарда. По факту, маленькая точка на карте в 40 километрах от столицы. По реке почти три часа ходу. Интернет здесь появился два года назад. А теперь единственная в лесотундре камера наблюдения за лесными пожарами. Наблюдение было за счет авиапатрулирования, наземного патрулирования. Местные жители, конечно, кто проезжает и кто-то увидит, обязательно сообщали. Путники обязательно были, космоточки проводятся обязательно. Но они пока сообщат, пока доведутся до нас, время тоже уходит. А здесь, надеемся, оперативность улучшится. Теряли время – это главная ценность. Ведь, пустив заветные минуты, обуздать стихию тяжелее. Этот регион пожароопасным называют совсем не зря. В 2013 году здесь был очень серьезный пожар. Тогда огонь подошел почти к самым границам поселка. Об этом и сегодня напоминают сгоревшие деревья. Весь поселок собрался, там МЧС, пожарные приезжали. Так и потушили лопатами, ведрами, кто как мог. После этого поселок защитили, а связисты установили целый комплекс. Одна камера наблюдает за пожарами, еще две – за общей безопасностью. Работает и экстренное оповещение ОЧС. Все в одном узле связи, который защищен от перебоев подачи энергии. Мы увидим канал, образующий оборудование наше. Значит, данное оборудование как раз-таки передает сигнал с видеокамеры в дежурную диспетчерскую службу и ДДС города Салихарда. Оператор просматривает ролик, запускает и, соответственно, определяет, опасный дым это или не опасный. Все происходит в режиме онлайн. Камера видит на расстоянии до 30 километров. Работает в условиях от минус до плюс 60 градусов. От дождя корпус спасает защитный кожух. Камера на автомате вращается по кругу, обнаружив очаг, вычисляет его площадь и точные координаты. Автоматизирован сам процесс обнаружения пожара. Ну, точнее, не самого пожара, а возможного места возгорания. Решение о том, пожар это или не пожар, принимает оператор. Системе важно обнаружить и передать. Пока оборудование на Ямале работает в тестовом режиме, но эффективность уже доказала на примере других регионов. Точнее, вновь в эфире. И сейчас спешим поздравить всех альпинистов с профессиональным праздником, который всем нам напоминает о покорении в 1786 году самой высокой вершины Альп, вершины Монблан. Но своим праздником этот день считают не только скалолазы, но и люди, занимающиеся альпинизмом промышленным. О тонкостях работы на высоте наш. Следующий сюжет. Можно висеть в определенной точке, отпустив руки, вот так вот сделано. Вместо гор – городские высотки. Работу с риском для жизни Николай Гуменюк выбрал почти случайно. Попробовал и сразу получилось. Вот уже 8 лет ежедневно видит город с высоты птичьего полета. Зависит все от меня. Ну, как вождение автомобиля, в принципе. Если автомобиль подготовленный, на нем ездить не страшно. Я вот ни одной истории такой не знаю про своих знакомых, что кто-то упал, там не разбился. Ну, вот веревка у кого-то порвалась. То есть это происходит, ну, там где-то в книжках написано, что может произойти. Техника безопасности – библия промышленных альпинистов. На высоте работают только бригадами с целым арсеналом снаряжения. Веревки могут выдержать до двух с половиной тонн. Высотки у нас растут, здания все выше и выше строят. Поэтому не везде может достать автовышка, автокран и приходится применять метод промышленного альпинизма. При нарушении техники безопасности это очень опасно. Спрос на высотные работы стабильно растет. Но на промальпов пока не учат в отечественных вузах. Двухнедельные курсы, потом 72 часа стажировки. Главное требование – хорошая физическая подготовка. А вот страхование жизни – дело индивидуальное. Так, все чистенько, все, можно ехать дальше. Между собой общение всегда быстрее, веселее. И хоть Тюмень не славится горными вершинами, промышленные альпинисты покоряют многоэтажки, словно Эльбрус или Эверест. Летом – установка рекламных баннеров, зимой – чистка крыш от снега. Но и в бытовой альпинистской рутине не обходится без курьезов. Только что построившееся здание, обслуживание его идет. И лифт не работает. Бывают случаи, когда люди по несколько раз приходил, вылазил, опять забыл это, опять пришел, вылез, опять не взял. Забывают что-нибудь там из оборудования. И хоть чаще приходится мыть окна и фасады, такую работу считают на 100% мужской. Есть в этой профессии место романтики. Доставляли парня с цветами в окошко. Котенка с дерева снять – это случай добровольный, я думаю, когда если мимоходом, то снимали котят. Чаще всего удивляются и спрашивают, вам не страшно. Если бы не боялись, наверное, не работали. Пока города растут вверх, покорители вершин будут иметь стабильный заработок. И всегда будут помнить, что цена самой маленькой ошибки – жизнь. И еще пара слов о тех, кто на высоте. Был, есть и, надеемся, будет. Особые спортсмены тоже скоро смогут покорять вершины. Скалодром Дворца Пионер адаптирует под нужды людей с ограниченными возможностями на деньги президентского гранта. Его выиграл руководитель областной федерации альпинизма, педагог Дворца Тимур Гайнулин. Сумма гранта составляет 1 миллион 640 тысяч рублей. Отличный подарок сделала сама себе к празднику наша классическая скалолазка Юлия Каплина. Она вернулась домой с Польши с золотом всемирных игр. Причем девушке удалось на 0,06 секунды признать и собственный мировой рекорд, который она установила весной. В дисциплине «Скорость» Тюменка сегодня самая быстрая в мире. Она покорила пьедестал и почета многих турниров. Впереди чемпионат мира. Он пройдет в следующем году. И отдельных поздравлений с профессиональным праздником достоин всемирно известный тюменский экстремал Сергей Дзивляшов. Его называют не иначе, как русский человек-паук. Спасатель из Тюмени постоянно щекочет нервы своими сумасшедшими трюками. В этом сезоне он уже пил кофе на стреле башенного крана. В очередной раз он шокировал тем, что забрался без страховки на 309-метровый небоскреб Евразия, центром Москва-Сити. Но в Тюмени он уже покорил все, что только можно, в том числе взобрался на самую высокую часть конструкции моста влюбленных. Это инженерное сооружение, кстати, появилось в Тюмени ровно 30 лет назад. А до этого момента берега Туры соединял мост деревянный. Наверное, многие его еще помнят. А тем, кто помладше и эту страницу истории города не знает, мы и скажем, и покажем. Итак, первый городской мост. Герой нового очерка из цикла «Прогулки во времени». Видишь, вот эти доски? Думаешь, они здесь просто так лежат? Нет. Они – немое напоминание об одной городской легенде – деревянном мосте. Да ладно, пошутила я. Это просто кто-то их выбросил. А вот мост на самом деле здесь стоял еще 35 лет назад. А доски – выбрось в контейнер, сделаешь полезное дело. Мы с тобой находимся в историческом месте. Здесь, в пустье речки Тюменки, с зимой 1924 года и началось строительство моста. Дело считалось хлопотным. Рабочие вырубали часть льда, ждали, когда вода замерзнет, и снова рубили ход к отну Туры. Достроили это архитектурное чудо в 1926 году. Почему чудо? Потому что наш мост, кстати, первый в Тюмени, вошел в почетный список шведской академии НУК, как один из красивейших деревянных мостов мира. Интересуешься, как тюменцы до того момента перебирались с одного берега на другой? Просто зимой по льду. А весной и летом было сложнее. Вот шли лодки, а еще спасибо городской управе, был на плавной мост. Правда, каждую весну его приходилось сооружать заново, а еще вечерами разводить, чтобы дать возможность пройти торговым судам. Кстати, при царе батюшки тоже хотели мост построить. Деньги собирали. И даже Андрей Тюкутев, говорят, завещал на эти цели 35 тысяч рублей. Правда, великана возвели лишь при советской власти. Интересно, куда купеческие деньги подевались? Не иначе утекли. Алло! Впрочем, не уберегли горожане свое достояние. Мост дважды горел, а в 82-м году он и вовсе канул в лету. Точнее, вместе с людьми. Крупнул вниз один из пролетов. Да, такой круг людям бы точно пригодился. Но тюменцы ехали в маршрутке по своим делам, и отправляться вплавь по Туре никто не собирался. К счастью, ваги-графика среагировал. Не дал запаниковать, приказал всем хвататься за бревна. И люди остались на плаву до прибытия спасателей. Намекаю, что один человек все-таки пострадал. Да, погиб мотоциклист, который также ехал по мосту. Эх, печальная история. Версий было несколько. В том числе рассматривали и диверсию. А потому о ЧП союзного масштаба не сообщалось ни в одном СМИ. И вся информация обсуждалась за закрытыми дверями. Основная версия такова. По ночи по мосту якобы проехали два гигантских грузовика весом по 20 тонн. И старичок дал слабину. Впрочем, он и так прослужил дольше положенного срока. А некоторые горожане даже предлагают восстановить деревянного гиганта, как уникальный городской объект. Согласна. Понравились прокулки во времени? Договорились? Через неделю я покажу тебе новое старое место. Пока. Дай бог, чтобы в будущем у нас падал только курс доллара и евро. Но жители Тюмени и Тобольска уже обнаружили строение, готовые вот-вот рухнуть. Вконтакте появилась фотография бетонной колонны на улице Республики возле почтамта. Крен виден даже невооруженным глазом. А второе фото из Тобольска. Здесь жители всерьез опасаются, что кусок ротонды может обвалиться на голову случайного прохожего. Верим и надеемся, что реакция ответственных служб последует до возможного несчастья, а не после него, как это нередко бывает. Ну а далее у нас сильный мужчина с маленькой слабостью. Тюменцем он стал недавно, но переезжая захватил с собой 7 тонн необычного груза. Зачем ему такие тяготы? Давайте уточнять. Бойцовские псы Андрея слушаются беспрекословно. Порода приглянулась ему еще 10 лет назад. Такой же питбультерьер был у его избранницы. С девушкой расстались, а любовь к собакам осталась. С тех пор тяжелоатлет даже на соревнованиях выступает под псевдонимом питбуль. Они у меня всегда с собой на соревнования ездят. Если там надолго выезжаю, то обычно нигде не оставляю. Не так давно Андрей переехал жить в Тюмень из Ноябрьска. С собой взял не только любимых собак, но и 700 килограммов камней и железа. Вез все прямо в салоне личного авто. Этот груз спортсмен считает очень ценным. Для занятий силовым экстримом другие снаряды не годятся. В зале штанга – это совсем другой вид направления. То есть там по-другому тренируются. Тут же, опять же, нестандартные упражнения, то есть хваты, на изломы, все очень сложно. Если заказывать профессиональное оборудование, допустим, каждый из снарядов стоит около 50-70 тысяч. Эти камни я нашел также на улице. Обратно на базе просто лежали. Один килограмм, наверное, 70, 100 и этот 130. В мировой практике силовой экстрим – одно из самых рейтинговых зрелищ в больших городах России. Он тоже полюбился. Соревнования проводят каждую неделю. В Тюмень Андрей привез не только снаряды, но и идею развивать зрелищный спорт. Клуб, где он работает тренером, пошел навстречу и разместил оборудование у себя на территории. Теперь от клиентов нет отбоя. И Андрей не жалеет, что ушел из пауэрлифтинга, где показывал хорошие результаты. Давно занимаюсь спортом. В 12-м или в 13-м году попросили выступить за место человека. Он травмировался, съездил. Был в неплохой форме, как мне казалось. Выступил просто отвратительно. Последнее место занял и понял, что то, что у меня есть, это прям небо и земля, то, что я там могу. Ну и все как бы это все подстегивало. Весь спортинвентарь сделал своими руками. Готовился к соревнованиям по видеоурокам из интернета. И уже через год начал успешно выступать на турнирах Югры и Ямала. Но вот атлетов из других регионов пока побороть не удается. Большая проблема с зимой. Мне, во-первых, негде хранить оборудование. Во-вторых, мне просто негде зимой тренироваться. Лето начинается, уже сезон пошел. Пока ты месяц-два втянешься, уже сезон заканчивается. Так что этой зимой Андрей с друзьями планирует арендовать помещение и готовиться к турнирам уже непрерывно. Ведь на пути к мечте нельзя останавливаться. И еще немного из области удивительного. Мы продолжаем следить за судьбой первого тюменского биохакера. После первой неудачи, напомним, тогда обнаружилась ошибка в программировании чипа, молодой человек не сдался, заказал новый. Теперь в руке уже две микросхемы, одна работает. Однако не все тюменские автобусы оснащены считывателями, поэтому оплачивать проезд одной правой наш герой может только на 11 и 30 маршрутах. Вот как он это сделал в первый раз. Ну, конечно, реакция пассажиров, если честно, была такая, что мимоходом слышал, что это за чип у него и так далее. Ну, кондуктор, слава богу, адекватно среагировал на все это, и за это ему спасибо большое. Под занавес новости из Небесной канцелярии она нам обещает небольшое похолодание, которое, впрочем, останется в рамках климатической нормы. Итак, в обеих столицах в среду ожидается кратковременный дождь. В Тобольске плюс 15, плюс 17, а в Тюмени чуток теплее. 17, 19, выше нуля. Чего только не увидишь на улицах города. И вот что увидел один из наших зрителей и выложил в Инстаграм с хэштегом «кадры дня точнее». В проезжую часть переходит пожилой человек в одежде, очень напоминающей устаревший вариант униформы заключенных. Понятно, что в тюрьмах полосатую робу уже давным-давно не используют, поэтому интересно, почему наш земляк выбрал именно такой странный образ и что он хотел им сказать. Если кто-то знает, где нам найти этого человека, сообщите, пожалуйста, в нашей группе ВКонтакте. Знаем, что, возможно, он проживает где-то в районе улицы Олимпийской. Ну и на этом у нас все на сегодня. Если вы что-то пропустили или хотите пересмотреть, захотите в официальные группы канала «Тюменское время» в соцсетях и на Ютубе в 21.00. Здесь для вас идет трансляция нашей программы. Ну а мне только осталось сказать вам спасибо за внимание и надеяться, что завтра мы снова будем вместе листать страницы тележурнала «Точнее». До свидания.